Лекция по Ажур. Меня зовут Саша, я работаю в ЛИПАМе в Дорнезе-отработчиком Ингельской сплатформы Эжур. И сегодня у нас уже по счету третья лекция получается, но не последняя, связанная с Microsoft Azure. И сегодня темой лекцией будет Эжур PowerShell SDK и также Эжур автоматичный. План на сегодня следующий. Мы поговорим буквально пару слайдов, там будет по PowerShell Basics, по основному PowerShell, для того, чтобы мы вспомнили, что это такое и зачем это используется, для чего это используется. Потом мы коснемся подробно модулей PowerShell для работы с Azure Resource Manager и посмотрим, что такое Azure Automation, для чего он нужен, как его используют. Также сегодня будет у нас достаточно много демо-сессий. Сегодня будет три демо-сессии. В каждой из них мы развернем нашу инфраструктуру и задеплоим приложение, которое было в первой лекции. Если в предыдущей лекции мы сконцентрировались на развертывании самого приложения, то сегодня мы сконцентрируемся на развертывании самой инфраструктуры для этого приложения, то есть на самих сайтах, на самом SQL-сервере. Сделаем мы это тримя различными видами. Первый – это используя локальную машину, ноутбук. Второй – используя Visual Studio Online аккаунт. И третий – используя Azure Automation. Хорошо, давайте начинать. Скажите, все здесь у меня труба с Паваршел знают, что это такое, используя на практике? Хорошо, тогда я очень быстро. Ну, поднимаю, а кто не один? Хорошо. В принципе, наша лекция не предназначена для детального ознакомления с Паваршел, но я просто поверхностно рассмотрю основные модули и синтаксис языка. Значит, что такое Паваршел? Паваршел – это скриптинговый язык Microsoft, который был создан по образу и подобию Linux Bash Shell. Он уже достаточно давно создан и приобрел огромную популярность среди разработчиков. Что касается Azure, Паваршел используется в многих местах для развертывания различных конструктур, для автоматизации различных задач. Паваршел – основным компонентом и ключевым артефактом Паваршел является так называемый команд-леры. По сути дела, это функции. Они создаются согласно определенному naming convention. Этот naming convention простой. Он подразумевает использование первой части имени команд-лета глагола и через дефис, собственно, объекта, на котором выполняется это действие. Например, вот здесь мы можем увидеть команд-леты, такие как getProcess, StopService, StartComputer и другие команд-леты. Другие ключевые артефакты, которые связаны с Паваршел, среди них можно отметить, это переменные, объекты, Пайплайн и Алиасы. Ну, собственно, как и во многих языках программирования, основным и очень мощным компонентом Паваршел является Пайплайн. Пайплайн, что он из себя представляет? Пайплайн позволяет нам получать результат работы одного команд-лета и передавать его на вход к другому команд-лету. Тем самым можно строить определенную цепочку команд. Все это выполняется довольно-таки транспарентно и контролируемо в виде. Вот пример Пайплайна. Здесь у нас три команд-лета. Первый команд-лета получает список сервисов, передает результат работы второму команд-лету, который осуществляет сортировку этих сервисов по полю статус. И после чего результат этой сортировки, опять же, передается следующему команд-лету, который, собственно, выполняет уже форматирование и строит табличку и выводит ее в Output. Многие разработчики называют Паваршелл объектно-ориентированной средой. Но на самом деле я не совсем согласен с этим. В принципе, в Паваршелле объекты есть. Любая команда принимает объект и может возвращать в результате тоже объект. Но нет таких понятий и группы, как наследование, там, полиоматризм. То есть, собственно, объекты есть, но это все-таки не объектно-ориентированная среда. Из других особенностей Паваршелл это возможность использования дутных сборок в рантайме. По умолчанию в текущий пост выполнения Паваршелл загружается достаточно большой список дутных сборок. Можно получить этот список, вызвав вот эту вот команду. Естественно, так как они уже загружены в текущий домен, их можно использовать. Можно использовать все компоненты, которые объявлены в этих сборках и инстанцировать объекты и работать с ними. Здесь вот мы видим, например, пример того, как создать объект system.net.webclient, обратиться по углу, получить результат, сделать определенные манипуляции с этим результатом и вывести это на экран. Это пример того, как использовать тут нет объекты в Паваршелл. Для того, чтобы получить детальную информацию по какому-то команд-лету, достаточно выполнить cn-лет git-help. Он параметризуется названием команд-лета и дополнительными параметрами, такими как example, detail.fool, каждый из которых выводит определенную информацию о этом команд-лете. Все, в принципе, по Паваршелл, Басикс это все. Теперь перейдем к модулям Azure Resource Manager. Значит, если есть вопросы, задавайте. Да, я хотел спросить. Смотри, вот это вот по поводу пайплайна. Это как синтетический сахар. То есть это то же самое, если я объявлю объект, передам в следующий команд-лет. Или там как-то это выполнение по-другому происходит? Ну, объявить объект и передать, в принципе, можно. То есть, пайплайн это поддерживает. Ну, я не совсем вопрос принял в этом связи. Ну, смотри, а там было три команды. Первая выполняется, у нее есть какой-то результат, и этот результат передается параметром во вторую команду. Правильно я понимаю? Это то же самое, как если я в три строчки это напишу. Да, да, да. Ты хотел, наверное, сказать с переменами. Ну, да, я объявлю какой-то объявлений. Да, то же самое можно было сделать все правильно, тридцать строчками, но используя пайплайн, это можно сделать одной строкой и в красивом, удобном виде. Спасибо. Значит, ну, опять же, подразумевается, что есть какое-то у нас понимание Павершева, потому что эта лекция не о Павершеве, а все-таки о Azure Павершеве. Значит, следующий раздел у нас это Azure Resource Manager модуль. Скажите, все из вас были на IT-вике, на докладе Сергея по Azure Resource Manager? Ну, наверное, не все. Ну, опять же. Ну, хорошо, давайте будем тогда продолжать. Если будут вопросы по самим, допустим, темплейтам или по предназначению Azure Resource Manager, вы тогда спрашиваете, я или Сергей сможем ответить на эти вопросы. Значит, ну, значит, что такое вообще Azure Resource Manager? Я повторюсь, это новый компонент Microsoft Azure, который предназначен для упрощения, развертывания вашей инфраструктуры в облаке. Его особенность в том, что он для развертывания компонентов использует темплейты, JSON-темплейты, в которых мы определяем все ресурсы нам необходимые и определяем все зависимости между этими ресурсами. Значит, для упрощения работы с Azure Resource Manager Microsoft проводит нам набор PowerShell Modules. Этот набор PowerShell Modules состоит, ну, приблизительно, там, из 10, плюс, плюс, плюс 10 компонентов, которые можно скачать, установить как отдельно, так и используя Azure PowerShell, Azure SDK. Azure SDK, значит, он нам необходим для эффективной работы с Azure, и практически каждый девелопер должен установить его себе локально, потому что, кроме того, что он еще скачивает целую кучу необходимых модулей, компонентов, он еще добавляет возможность локальной эмуляции, очередей, сторожа, компьютер, и также в SDK входят другие немаловажные необходимые компоненты для работы с Azure. Например, там еще куча темплейтов для студии. В общем, это критический компонент, который нужен. И, установив этот даже SDK, мы, естественно, получим локально к себе PowerShell Modules необходимые. Давайте пройдемся по основным командам, команд-летам, которые существуют в Azure RAM модуле. Первый и самый необходимый, наверное, команд-лет, это логин Azure RAM аккаунт. Что он делает? Он позволяет нам аутентифицироваться и получить контекст пользователя, от имени которого потом будут происходить все манипуляции с Azure Resource Manager. Следующий команд-лет достаточно интересный. Он называется GetAgeRAM Resource Provider. Он позволяет нам получить весь список ресурс-провайдеров. В данном конкретном случае мы видим, что мы получаем только провайдеры по namespace Microsoft Web. и после этого мы делаем фильтрацию только по сайтам и выводим список локэшн. То есть, что делает этот команд-лет? Он выводит список дата-центров, в которых есть возможность развернуть веб-сайт. Почему это может быть полезно? Потому что некоторые ресурсы их можно разворачивать не везде. То есть, есть определенные лимитейшны для некоторых ресурсов, как заявляет Microsoft. И вот этот вот команд-лет полезен тем, что он позволит получить список регионов, где можно развернуть этот ресурс. В данном случае веб-сайт. Другой команд-лет полезный это New-Ire-Ressource Рем-ресурс-групп. Он позволяет нам создавать ресурс-группы. Он принимает на вход название ресурс-группы и локацию, в которой необходимо развернуть нашу ресурсную группу. Опять же, предыдущий мы уже один слайд назад рассмотрели этот команд-лет. В данном случае мы видим, что вместо того, чтобы получать список локаций, мы получаем список API-Ressh. Это тоже полезный команд-лет за тем, что Microsoft постоянно апдейтит свой API, и когда мы работаем с Azure Resource менеджером, нам необходимо для каждого ресурса определять его API-версию. Следующий немаловажный команд-лет называется New-Azure-RM Resource Group Deployment. Что он делает? Этот команд-лет принимает на вход template файл и берет этот темплейт и развертывает все ресурсы, определенные в этом темплейт файле, в облаке. Ему надо на вход передать название ресурсной группы, где мы будем развертывать свои компоненты и ему необходимо как минимум передать путь к template файлу. Все остальные параметры опциональны, мы увидим какие из них можно использовать в демо, какие можно опустить вообще. Значит, Dynamic Template параметры. Здесь я хотел сказать о том, что все параметры, которые определенные определены в нашем темплейте, их можно переопределять на уровне PowerShell. в данном случае мы видим, что вот эти параметры Hosting PlanName, ServerName и Administrator Login они не являются параметрами самого командлета, а они просто являются параметрами темплейта, но командлет настолько умный, что он распарсил эти параметры и предложил, ну и дал нам возможность переопределить их уже на уровне скрипта. но опять же мы это увидим в демо, можно сейчас особо не концентрироваться на этом. Другой командлет GetAzureRM Resource Group позволяет нам получить полный список всех ресурсных групп, объявленных в текущем аккаунте. FindAzureRM Resource позволяет нам произвести поиск по ключевому слову. Поиск происходит опять же над ресурсными группами созданными в аккаунте. Команды по модификации ресурсных групп это перенос ресурса. Командлет называется MoveAzureRM Resource. Значит он принимает на вход название ресурсной группы куда мы переносим ресурс и идентификатор ресурса который мы собственно переносим. Вот первая строчка показывает пример переноса ресурса с одной ресурсной группой в другую. Также есть возможность удалить ресурс из группы осуществить это можно при помощи команды RemoveAzureRM Resource и можно также удалить естественно ресурсную группу полностью используя DeleteAzureRM Resource Group. Вот мы подошли к первому демо Сейчас есть вопросы какие-то? Может быть кто-то если не знаком с ресурсменеджером то в принципе может задавать вопросы даже самые простые демо перейдем на демо перейдем я думаю там будет по понятию первая демо сегодня мы попробуем развернуть инфраструктуру для нашего веб-сайта используя локальный PowerShell Host все помнят архитектуру этого приложения с первой лекции с самого первой лекции Которая моя? Нет, с предыдущей лекции. Там было приложение, значит, опросник, GeekQuiz называется, и он развертывался, значит, на Azure веб-сайте, плюс SQL Database. И там была также интеграция с Azure Active Directory для аутентификации пользователей. Так, значит, в ведущей лекции мы создали инфраструктуру. Я помню, да, из Visual Studio, то есть мы через паблик диалог опубликовали сайт, и после чего автоматически была создана вся инфраструктура для нас. Сегодня мы сделаем то же самое, используя PowerShell. Итак, значит, у нас вот такой вот скрипт. Крупнее необходимо сделать или вид на аутентификацию? Снизу забыл. Значит, что делает этот скрипт? Первое, это список параметров объявляется в этом скрипте. Здесь мы видим пять параметров. Первый из них называется resource group location. Значит, он в данном случае запоткожен и содержит название региона, в котором будет развернута, наша ресурс-группа, это wastewater в данном случае. Два вторых параметра, они обязательны и они определяют название ресурсной группы и название самого web application. Последние два параметра, они определяют название темплейт файла и название файла с параметрами для этого темплейта. Сам темплейт и темплейт параметры мы посмотрим сейчас чуть позже, я это открою в студии. Пока открывается, давайте продолжим ознакомление с этим файлом. Ну, опять же, для цели презентации я захоткодил идентификатор моей подписки. Значит, сохранил этот идентификатор в отдельные переменные subscription-id. Значит, вот тут вот мы просто-напросто добавляем юзер-агент ко всем API-полам. В принципе, это не то чтобы необходимо, можно опустить даже эту строчку. Вот. Дальше уже идет работа с самим Azure Resource Manager. Как видите, мы используем вот этот вот как раз commandlet, login Azure Rent Account. После того, как прошла успешная аутентификация, мы определяем новый контекст выполнения. Так как у меня несколько подписок, привязанных к моему аккаунту, необходимо определить в рамках какой подписки будут выполняться дальнейшие операции. Для этого мы используем всякий же вариант контекст. Он принимает на вход идентификатор подписки. После чего, значит, мы получаем полный путь к template-файлу. Видите, здесь он у нас относительный. Здесь мы получаем полный путь к template-файлу. Вот это вот осталось еще с debug, можно его удалить. Эта строчка выводила просто путь в консоль. Вот. То же самое мы делаем для файла с параметрами. Получаем полный пульт. И дальше мы создаем ресурсную группу, используя commandlet new Azure Rent Resource Group. Задаем имя ресурсной группы. Задаем location, в котором создается эта ресурсная группа. Ну и такие служебные параметры PowerShell-команд, любых PowerShell-команд, как verbose-force. Последний командлет, который мы вызываем в данном скрипте, называется new Azure Rent Resource Group deployment. Собственно, этот командлет, как я уже говорил, берет на вход template-файл и запускает его в облаке, отправляет его ресурс-менеджеру для того, чтобы он развернул все ресурсы, определенные в этом template-файле. Здесь, что здесь интересного в этом командлете? Ну, собственно, это имя неинтересно, в принципе. Оно здесь автоматически генерится на основе, на базе имени самого template-файла, плюс дата текущая. Интересный здесь параметр ресурс-групп-нэйм. Значит, этот параметр определяет, в какой ресурсной группе развернуть ресурсы, определенные в темплейте, путь к самому template-файлу и путь к файлу с параметрами. И вот как раз вот этот последний параметр, это вот то, о чем я говорил, это dynamic-параметр binding. Сам webapp-name объявлен в темплейте. Давайте сделаем так. Я его сейчас запущу, так как развертывание инфраструктуры требует определенное время. Я тогда запущу этот скрипт, а потом мы перейдем к самому template. Итак, вот после запуска этого скрипта мы видим, что PowerShell автоматически определил два параметра, которые необходимо нам инициализировать. Это ресурс-групп-нэйм. И webapp-net. То же самое ведем. Сейчас начинается выполнение команд-лета login.azure.ram-account. Так как мы не запроводили этому команд-лету объект с креденшалами, а это можно будет сделать. Мы увидим, как это сделать в третьем демо. PowerShell открывает нам новый pop-up, в котором нам необходимо аутентифицироваться. Я использую свой аккаунт. Так, ну вроде скрипт запущен. Хорошо, давайте пока он работает перейдем к template. Есть ли смысл подробно рассказывать этот template? Все знают, что такое PowerShell, ну и template, и Azure Resource Manager. Хорошо, давайте все-таки. Я думаю, про это все расскажи и надо к организации еще. Вкратце, значит, template определяет у нас, собственно, наш CloudFormation. Я не зря использую эту терминологию с AWS, потому что это очень похожая штука. Значит, он определяет у нас организацию наших ресурсов в пределах ресурсной группы. Состоит этот template из трех основных секций. Это секция с параметрами. Параметры, которые принимает этот template. В данном случае мы видим, что… Все видно или? Видите? 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 Хорошо. В данном случае template принимает 11 параметров, среди которых такие параметры, как название общего из плана, название самому WebApplication. Как видим, вот он наш как раз WebAppName, который мы в скрипте и не цели… А, вот что. Вот что еще с этого сказали, значит, тены. Что сейчас произошло? Commandlet распарсил наш темплейт и увидел, что у нас не хватает одного параметра, необходимого параметра. Это пароля для аккаунта администратора, используемого в SQL Server. Он это распарсил, увидел, что в файле параметров мы его не определяем, и поэтому он остановил выполнение, остановил развертывание ресурсной группы и открыл нам новый WebApp, в котором нам необходимо ввести пароль. Сейчас возьмем какой-нибудь любой пароль. Ну, там полиси есть на пароль, то есть обычный там QE123 не подойдет. Ну, вроде побежал. Вот он, этот WebAppName, который мы определили в скрипте, и который был объявлен в темплейте. Значит, он вот так вот прозрачно передается в темплейт. Значит, другие параметры — это skewcapacity. SkewName, во-первых. SkewName — это ценовой диапазон, в котором будет развертываться наш WebApplication. Skewcapacity определяет количество инстанцев. Администратор Login — это у нас логин администратора, используемый для доступа к SQL Server. Вот он как раз администратор Login Password. Название базы данных — Collation. Это необязательный параметр, у него есть Default Value. редакция SQL Server. И два вот таких вот параметра, которые по умолчанию инициализируются. Сразу это MaxSizeBytes и RequestedServiceObjectiveName. Эти параметры необходимы для правильной инициализации самого SQL Server. Другая секция, которая объявлена в этом template-файле, называется Variables. Секция Variables позволяет нам определять различного рода переменные, используемые в дальнейшем в рамках этого темплейта. В данном случае у нас в секции Variables одна переменная SQL Server Name. Она выделяет название самого сервера, SQL Server. Не базы данных, а SQL Server. И тут мы можем увидеть, что используются такие полезные свойства ресурс-менеджер-темплейта, как функция Conrad. Другая секция — это секция Resources. Тут мы видим, у нас развернуто три ресурса. Первый ресурс — это SQL Server. Под ним еще развертывается ресурс Database и ресурс, который определяет правила firewall. В данном конкретном случае мы разрешаем коннекшены от всех internal Azure ресурсов. Это нам необходимо, чтобы наш web-аппликейшн имел доступ к SQL Server. Хостинг-план, в рамках которого развертывается web-аппликейшн. Кстати, в самом терплейте меня всегда удивляло, их терминология вообще просто сводит с ума. Особенно в рамках Observice-плана, на портале они называются Observice-план, раньше они назывались веб-хостинг-план, а в темплейте они называются Server-фарм. То есть немного конфузен, на самом деле. Другой ресурс — это веб-сайт. Собственно, сам веб-сайт. Под ним мы тоже видим определение connection-стринга. Connection-стринг инициализируется, опять же, используя вышеопределенный ресурс SQL Server. Вот он, Default Connection Value определяется таким образом, что мы берем наш ресурс SQL Server, берем его имя, параметр DatabaseName, берем параметр AdministratorLogin и берем параметр AdministratorLoginPassport. Это позволяет нам скомпетинировать готовый connection-стринг, который будет дальше сохранен в веб-конфиг приложении. Сергей, ты говорил показать dependency? Ну, dependency — вот, например, dependency. то есть у нас есть отдельный элемент, называемый dependency on, и в нем мы определяем, что в данном случае ресурс connection-стринг зависит от веб-аппликейшена. Dependency подразумевает, что ресурс менеджер в момент выполнения этого темплейта создаст ресурс connection-стринг после того, как будет создан ресурс веб-аппликейшен. Для чего это необходимо? Для того, чтобы сконструировать вот этот вот connection-стринг, по сути дела. На момент создания этого ресурса у нас еще нет веб-аппликейшен, но он уже должен быть. Смотри, сам прикол использования ресурс-менеджера и шатворна — это параллель. Если ты будешь использовать просто командами конкулета, ты будешь это делать последовательно. Если нужно создать 2-2 копии с помощью конструкции, копий-функции, ты можешь создать с одного шаблона сразу несколько копий, то есть полную фирму, да? Но это все ресурс-менеджера делает в пробег. То есть ты дал, как Саша сказал, все это будут пытаться сделать пробег сразу. И если он выполнит этот ресурс, у него он скает ошибку, что у тебя нет такого фарма, еще нет такого ресурса. Поэтому добавляешь dependency, он снова выполняется, ищет, что уже создано, что не создано, что-то надо менять, не менять. И в принципе, dependency позволяет сказать последователям, что за чем выполняется. Он сам это производит. Да. То есть вот в данном случае, например, вот сам веб-сайт, он зависит от хостинг-план-нейма. То есть невозможно в ажуре создать веб-аппликейшн, который бы не был привязан к обсервис-плану. Поэтому есть четкая зависимость. Сначала создается обсервис-план, а потом создается веб-аппликейшн в этом обсервис-плане. Как Сергей сказал правильно, Azure Resource Manager позволяет параллельно создавать ресурсы, тем самым значительно ускоряя весь процесс. Если раньше был так называемый Azure Service Management PowerShell, это старый API, и с помощью этого API в PowerShell необходимо было создавать все ресурсы последовательно. То есть это был, как сказать, функциональный стиль, да. То есть для того, чтобы, допустим, развернуть вот такую вот инфраструктуру, которая здесь объявлена в одном PowerShell-файле в одном JSON-файле декларативно, раньше нам надо было бы написать огромный PowerShell-скрипт с кучей команд-летов. Первый бы команд-лет создавал там SQL Server, второй команд-лет создавал бы там базу данных, третий команд-лет там конфигурил бы как-то удаленно через Remove PowerShell Firewall Гулы. Здесь мы Firewall Гулы определяем диплоративно. То есть это значительный кумент, сам ресурс-менеджер. Значит, вот у нас уже файл выполнен. Можно ли по существующей группе создать этот файл? Это уже готовый ресурс-группу. Хотим сделать шаблон из нее? Можно это сделать? Если есть готовый ресурс-группа, в нее можно развернуть темплей. Темплей взять, реферкс-инженер. То есть из существующей группы создать этот шаблон. Да. Можно? Да, сейчас покажу. Хорошо, ладно, тогда прибьемся на другой файл, другой ресурс. Сергей, ты показывал ребятам ресурсы с agile.com? Ну, вот такой принцип из гитхаба паблишера. Но тут вопрос наоборот. Ребят его шаблон? Да. Тут вопрос наоборот. Можно ли есть существующий экспортить это как шаблон? Но я так очень вижу. Как шаблон. Я пытаюсь это сделать через ресурс-группу. Что эта штука позволяет? Это портал, в котором мы можем проанализировать наши ресурс-группы. Мы можем посмотреть, какой EBI вызывается. Мы можем посмотреть, собственно, на JSON объекты, которые передаются в различные endpoints по созданию ресурс-групп, по дипломенту ресурс-групп. И посмотреть, в каком виде, собственно, EBI возвращает эти объекты. Вот здесь, я думаю, можно как раз это сделать. Перейдем в раздел subscriptions. Это карта всех ресурсов, которые есть в Татусе. Да. Майкрософт активно использовал его для поддержки. Был занос с Майкрософт, там у нас не работал PPM, то есть они использовали... Сотрудник шел сюда и смотрел, анализировал правильные настройки. То есть это позволяет очень быстро переключаться между разными ресурсами, не бегая по порталу, в окнах, а через это, ну, в принципе, смотреть правильные настройки. Ну, такового темплейта я тут не вижу, но, в принципе, можно посмотреть... Ну, и шоу-вол, но тут показаешь. Где? А GED? Почему? Ну, GED, вот он показывает, что он выполнил GED и получил вот такой результат. В данном случае мы выполнили GED на список всех ресурс-групп, а потом фильтр поставили на вот эту вот нашу новую ресурсную группу по Majure Lab 1. И он нам выдал информацию об этой ресурсной группе. Ну, наверное, основывающих, может, еще и нет, но я думаю, скоро появится. Ну, здесь, скорее всего, это будет. Возможно, даже есть просто, но я не знаю, то есть, где. То есть, скорее всего, где-то есть. Идея в том, чтобы научиться писать эти вот файлы, ну, конференции по существующим DB. Он создавал все это через UI, через PowerShell, а потом получил... Он может возвратить через GED ажуры через GED ресурс-групп. Ты можешь... Он тебе возвратит документ и весь ресурсной группа. Да. То есть, объект возвращается... Ну, к любому ресурсу есть обязательные поля. Это тип, имя, версия. Вот. И, короче, то, что для всех одинаково. Дальше все отличия идет в property. И оно может быть такое иерархическое. То есть, фактически объект, который ты получаешь GED ажур ресурс, ты получаешь этот объект, ты можешь, в принципе, его сам сервизовать в GED ресурс. И я, таким образом, когда еще не было второй версии, не было нормальных параллет, выигрался. То есть, в принципе, Браво ресурс, давлял в коллекцию определенные интерфейсы. в целом, в зависимости... Ты можешь взять все ресурсы внутри ресурсной группы именно с помощью где-то же ресурс, без конкретного параллета, наверное, если вернуться все ресурсы, и они будут именоваться именно как полный namespace, имя и property. То есть, фактически, если есть желание помочь Microsoft, то, в принципе, можно распарсить сети property в JSON завернуть по шарю. Формат один и тот же. Главное отличие между ресурсами это, собственно, namespace-префикс и вложенность ресурсов. Ну, ресурсы могут быть вложены такой, как база данных, кстати, покажи, она лежит внутри SQL Server. Хотя, фактически, оно не совсем зависит, но это дочерний ресурс SQL Server. вот, оно определяется внутри. И, в принципе, можно сделать, если очень надо, то усилием можно это все эксплуатировать. В Амазоне это уже давно есть, используется. Ну, Microsoft очень старается добавить все фичи, которые хорошие в Амазоне. Темп хороший развития платформы, я думаю, скоро это будет. Я так понимаю, что, ну, естественно, создавать такой темплейт вручную довольно-таки сложно. Ну, и с первого раза не получится это сделать. Собственно, вот этот темплейт конкретный, я его тоже не писал с нуля. То есть, когда мы устанавливаем Azure SDK, у нас появляется уже куча новых темплейтов в самой Visual Studio. И вот конкретно этот темплейт был создан как? я взял, значит, перешел в пункт File New Project. Здесь у нас появился новый темплейт в студии. Называется он Azure Resource Group. После того, как мы его выбираем, у нас появляется новый поп-ап, в котором есть куча уже предварительно сконфигурированных темплейтов. допустим, Web Application плюс SQL сервер. Virtual Machine плюс Web Application. Сейчас я покажу это. Давайте открывается вот такой вот поп-ап, в котором мы можем выбрать изначальную формацию для себя. Например, в DocumentDB можно Load Balanced ферму Linux Machine. Можно взять, допустим, вот этот я использовал как раз для целей демо. Можно, допустим, посмотреть темплейт, который необходим для развертывания виртуальной машины, для развертывания Logic App и различных других. Кроме того, это вот такой вот UI элемент. есть еще на GitHub куча темплейтов, более 100 темплейтов, более продвинутых темплейтов, которые можно взять, каким-либо образом немножко модифицировать и задеплоить его для своих ресурсов, для своих целей. так. вернемся к презентации. Значит, если у нас будет время, мы еще тут немножко поковыряемся в этом ресурс explorer, а сейчас перейдем в наш портал. Здесь мы видим, что в списке ресурсных групп появилась новая ресурс группа по названию не поможет Lab1. Она у нас содержит следующий список ресурсов, ну, как, собственно, это было определено в template-файле, это SQL Server, база данных, сервис-план и сам web application. Сейчас этот web application пустой. Если попробовать перейти по ссылке, то мы увидим стандартный стандартный template, то есть это пустой веб-сайт. Следующим действием я хочу развернуть на этом веб-сайте наш application, наш опросник. Для того, чтобы это сделать, мне необходим connection string, взять я его могу из с application settings, берем connection string, и так, я возвращаюсь обратно в первую лекцию, открываю сам solution, напомню вам, что у нас там этот проект добавлен в Visual Studio онлайн, и для этого проекта настроена continuous интеграция. И что я сейчас хочу сделать? Я сейчас хочу изменить веб-конфиг, добавить туда новый connection string, закоммитить код, и через определенное время получить этот application развернутый на нашем веб-сайте. Так, значит, веб-конфиг . 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 Так, значит, у нас plugin-changes полюбился в файл. Так, чекинг прошел успешно. Давайте теперь откроем аккаунт Visual Studio Online. Кто-то, правда, пробовал создавать аккаунт Visual Studio Online после первой лекции? Нет? Пробовала, да? Получилось? Замечательно. А почему это веб-зоп не поддаковал? А ты добавила его в проект? Добавила? Не помню. Надо было добавить. Да. Он из-за этого веб-зоп не добавляется в final package и, возможно, из-за этого он не появляется на портале. Так. Значит, здесь у нас мы видим список build-definition. В текущий момент вот у нас уже запущен build. Так как мы из-за чекинили код, он уже выполняется на стадии build-solution. Подождем пока он выполнится. По сравнению с предыдущей лекцией я внес в этот build-definition определенные изменения. Совсем небольшие изменения, на самом деле. Что я здесь делал? Я его параметризовал. Вот этот вот task. Я его параметризовал из переменных самого build-down. То есть раньше здесь вот было захоткожено название веб-сайта, на который мы выполняли веб-деплой. Сейчас я вынес название этого сайта в variables. И здесь мы видим, что веб-up-name равен по Azure Lab 1. То есть тот сайт, который мы только что развернули, я пытаюсь на него задеплоить новый build. Кстати, Женя, ты, по-моему, спрашивал по поводу секьюрной информации, как ее обгонить. Вот здесь вот в variables можно добавлять различные секьюрные перемены. Допустим, можно сюда добавить пароль. И вот здесь вот есть вот такой вот значок-замочек, который, собственно, энкриптит все, что ты сюда ввел. И, в принципе, сюда можно будет добавлять различные пароли и credential. Главное, его запомнить где-то в другом месте, потому что обратно прямо не будет. Ну, естественно. Ну, да, да, но опять же замочить не получится. Собственно, больше тут ничего не менялось. Значит, обычный список тасков, который был у нас и в предыдущий раз. Давайте посмотрим состояние билда. Получается, да, получается, уже билд закончен, и сейчас мы должны уже открыть наш веб-сайт. Так, ошибка из-за того, что мы перешли по Http, а нам необходим SSL-коп. Так, да, вот мы редиректимся на Azure Active Directory, прошли там идентификацию, и у нас загружается веб-сайт. Сейчас при первом обращении создается база. Вот она уже создана, и у нас, собственно, полностью функциональный сайт. Так, теперь давайте вернемся к самой презентации. Есть какие-то вопросы по первому дему? А можешь, пожалуйста, показать JSON с параметрами? Да, я забыл, да, показать его, да, давайте покажу. JSON с параметрами. Этот файл содержит список параметров и их значений. Как видим, здесь мы определили название хостинг-плана. WebAppName у нас не определен, потому что мы его определяем в PowerShell-скрипте. И также здесь еще два других параметра — это AdministratorLogin и DatabaseName. Ну, собственно, это все. Постой файл. А зачем их выносить отдельно? Я там видел, у тебя там много файлов. Ну, это на твое определение. То есть можно их откодить, но лучше выносить. Просто мне было лень вынести это все в параметры. То есть я показал, что частично можно значение параметров вынести в отдельный файл, частично ты можешь что-то захоткодить, а частично ты можешь что-то в PowerShell-скрипте инициализировать. То есть по-правильному все те 11 параметров, что ты явил, ты должен выводить через параметры через конкурент, правильно? Не обязательно. Обязательно. Я пришел к тому, что проэнеризирую только, если тебе часто используется одно и то же, ты уже установил шаблон, по которому ты делаешь ресурсы, то есть обычно имени, весь префикс какой-то, который связан с ресурсной группой, какой-то шаблонное имя, там номер какой-то машинки, да? И ты можешь просто проэнеризировать какие-то общие high level, то есть именно ресурсной группой, которая может быть сразу же префиксом, да? Если там пару букв, вот. И практически все остальные зависимости, имена ресурсов, ты можешь поэнеризировать. То есть у тебя четким паттерном, да? Имя какая-то, номер какой-то. Ну, то есть можно так делать. А можешь, так называть, использовать на любой случай жизни, если у тебя там разные имена. На самом деле у этого списка тут входит много параметров, 11 штук, но большинство из них имеют default value. Их можно переопределить, но я не переопределил, потому что предполтного значения достаточно. Да, allowed value – это балликация на уровне шаблона. То есть если вы преднадите параметр, который у вас определён как allowed value, такой вот тип basic standard premium, если вы тогда предъявите free, допустим, вы решили 2 free, то он сразу ругнётся на уровне passing шаблона. То есть не будет ничего создавать, сразу скажет, у вас неправильный шаблон. Вот, это так, дополнительно. Главное не коррестараться, да. Главное не коррестараться, потому что в ажуре постоянно все меняется и что-то будет добавиться. Ну, тут типизация также есть. То есть можно вот целочисленные значения определять, стринги, и, естественно, если вы там передаёте стринговые параметры, там какое-то целочисленное значение, естественно, он рубнётся и не даст создать ресурсную группу. Во время деплоймента, когда деплоится этот джейсон, указывается имя деплоймента в ресурсную группу. Могу ли я удалить определённый деплоймент? То есть я только что задеплоил эту ресурсную группу новый комплейт, а теперь решил, что не, мой старый был отличный. Могу ли я удалить текущий деплоймент и вернуться к старому? Не удалять конкретно какой-то ресурс? Тут, нет, ну он же ж, вот этот вот, весь механизм, он итерационный. То есть если у тебя что-то поменялось, ты можешь, то есть, изменить деплойт и заново его задеплоил. То есть соцменеджер определяет чейндж изменения и выполняет только его, он не выполняет весь текст. По предыдущую я могу вернуться? Наверное, нет. Просто смысл в чём? Зачем тогда указывается имя деплоймента? А вот в повышении, когда мы в ажуре играем, ресурсы групп деплоймент, выполняем, мы указываем имя именно деплоймента. Да, есть. Вот, оно указывается, да. То есть, контролируем, То есть, у меня есть версия шаблона, я столкнулся с версией один раз, когда я добавил новые параметры, и было то же самое имя, а у меня удивился, что у вас, что с тем же именем я с тем же параметром не могу. То есть, практически ты его можешь переиспользовать в дальнейшем, то есть, добавить, ну, не знаю как параметры. Не, ну, может через API это и можно сделать. То есть, у нас же, ну, первым изменяется всегда API, то есть, а потом уже там изменяются различные клиенты, те же PowerShell модули. То есть, возможно, через API, прямыми там, HTTP request'ами, можно что-то сделать. Я не знаю, надо анализировать API. По-моему, это будет возможность. О, единственное, что можно сделать, ты можешь по мнению потом истории найти. По-моему, в чистом истории, что я делаю. О, да. Хорошо. Ну, это не традиционный. Если что-то сломалось, то есть, если какой-то ресурс не был создан, по любной причине, то все остальные, от которых они зависят, они могут быть закончены. То есть, по-моему, это может быть частично. Успешно, частично, не успешно. То есть, это не транзакция. То есть, не как в AWS, типа, если ты деплоишь CloudFormation, он тебя заводился на чём, и он так сделал на последней работе. То есть, если у тебя есть, допустим, ну, простой пример. Ты ресурсная группа, определяешь новую ресурсную группу, Storage Account, Network City, там, Gateway, у тебя остались ресурсная группа, остались шаблоны, остались которые не только не создался, собственно, в GitWay. Соответственно, ты разбираешь, почему не создался, добавляешь шаблон, запускаешь снова, и он уже снова их не создаёт, просто очень быстро. да, он определяет, что они уже есть, и, да, он начинает, собственно, там и сваливаться, то есть, это вот, с определенного ресурса. Ну, ещё один, буквально, комментарий по первой части, там, Саша показывал, как Андрей, это назывался, Find Resource, это из новых, то есть, это всё применимо к Azure PowerShell SDK, версии старше, чем 1.0.8, ну, то есть, 1.0.0, там, какая там последняя версия, вот, это у них, там, да, кинчейч был, вот. Главное, что, если вы хотите написать педапротентный скрипт и проверить, что если ресурс есть, то просто прочитать его, а если его нету, то создать, да, то вот, если вы используете Get, Get во всех SDK, если ресурса нету, то есть, вы Get и конкретный ресурс указываете, если его нету, то будет exception. Поэтому лучше использовать Find, он возвращает список, если там пусто, значит, этого ресурса нет. Поэтому вот это вот, ключевое отличие, а так? Окей, давайте продолжим, потому что у нас уже времени достаточно, мало осталось, а показать ещё есть что. Итак, первая демо, как вы увидели, мы в этом демо развернули инфраструктуру, используя локальный PowerShell Host. Теперь мы сделаем то же самое, развернем новую ресурсную группу, опять же, с теми же ресурсами, опять же, задеплоим новое приложение, но теперь воспользуемся только Visual Studio Online аккаунтом. Для этого, значит, что я подготовил. У меня есть новый Build Definition, который называется Deploy Resource Group. Я его сейчас, наверное, запущу, сразу для того, чтобы мы не ждали потом любого завершения. Собственно, этот Build делает то же самое, что мы выполнили только что из PowerShell ISE, а именно он берёт темплейт, берёт параметры для этого темплейта и деплоит новую ресурсную группу в ажу. Значит, запустим этот темплейт и вернёмся к его definition. Значит, этот Build Definition достаточно простой. Он содержит в себе один только таск. Этот таск называется Azure Resource Group Deployment. Он конфигурится следующим набором параметров. Это Azure Subscription, то есть подписка, в которой будет развертываться наша группа. В этом другдауне можно выбрать действие, которое мы совершаем над ресурсной группой. Тут мы видим, что можно сделать. Можно создать или проотдетить ресурсную группу. Можно выбрать какую-то ресурсную группу. Можно стартовать виртуальные машины, остановить их, рестартовать, удалить виртуальные машины, удалить ресурсную группу. Также здесь мы видим, что есть параметр названия ресурсной группы. Здесь написано название этой группы. Location, где разворачиваем наши ресурсы. И два последних параметра, вернее, не последние, два предпоследних параметра, это template-parameters. Первый из них определяет путь, где лежит template. Его мы можем задать, используя вот такой вот диалог. В этом диалоге мы видим, открывается наш source control. И в этом source control мы выбираем место, где хранится наш template. Template абсолютно такой же. И, собственно, показывать его, я думаю, нет смысла. Там ничего не поменялось. Путь к template-parameter практически одинаковый. Параметры лежат рядом с самим template. И также здесь мы видим, что можно... Точно так же, как мы переопределяли название web-application здесь, мы можем переопределить некоторые параметры template-build-definition. Сейчас я скопирую для того, чтобы было лучше видно, что там переопределено. Так, подпадим. Самая лучшая идея была. Теперь нажми. Да, значит, что здесь... Сейчас я увеличу немного еще. Что мы переопределяем в этом build-definition? Первый параметр, который мы переопределяем, это web-app name. Вот. Таким образом мы это делаем. И дальше мы ссылаемся на переменную, которая объявлена в самом build-definition. У нее такое же название web-app name, только обращаемся к ней вот так вот через доллар. Дальше мы также переопределяем пароль администратора. И здесь мы делаем кое-что интересное. Это вот такой костыль. На самом деле не получится просто взять, сохранить пароль, переменную, и дальше использовать ее вот в таком же виде. Не работает это просто. Создавать объект... Да. Приходится создавать объект secure string, используя синтаксис PowerShell. Но, опять же, мы здесь обращаемся к переменным. Берем из этих переменных admin.login.password и конвертим до secure string. Тогда это работает. Эти переменные объявлены здесь. То есть мы видим, что первое web-app name уже... Трефикс такой же, но мы добавили тут двоечку. И вот, собственно, сам admin.login.password. Он здесь сохранен в виде... В заэнкрипченном виде сохранен. Но использовать напрямую его так нельзя. Приходится его конвертировать в secure string. Значит, в принципе, больше здесь смотреть нечего. Давайте посмотрим, выполнится ли он. Так, так, так. Deploy resource group. Да, он уже успешно завершен. Перейдем на портал и посмотрим, есть ли у нас там новая ресурсная группа. Да, например, я забыл один момент здесь показать вам. Очень важный, на который я потратил очень много времени у build. Значит, вот этот вот build definition, deploy resource group, сейчас у него есть одно ограничение, очень серьезное ограничение. Задеплоить такую ресурсную группу мы можем только через так называемый Azure Service Principle. Если вот этот вот build definition, он работал с ажуром по стандартной аутентификации, используя сертификат, то deployment ресурсных групп из Visual Studio Online невозможен таким способом. Deployment возможен только используя Azure Service Principle. Для этого здесь был добавлен новый connection. Собственно, вот эта вот вкладка Visual Studio Online, она позволяет нам добавлять новые connection к различным сторонним системам. В данном случае мы видим, что у нас два connection. Это первый, который по сертификату аутентифицируется в Azure. Он использовался в первом build definition, который continuous integration build. И второй, это Azure Service Principle, через который, собственно, работает deployment из Visual Studio. Кроме того, здесь можно добавить различные connection к external системам. Можно подконнектиться к GitHub, к Jenkins, к Subversion и так далее, и вообще каким-то generic сервисам. Для того, чтобы создать вот такой вот Azure Service Principle, нам необходимо добавить новый endpoint, выбрать Azure. И здесь вместо того, чтобы выполнять certificate-based authentication, которая использовалась, как я уже говорил, в первом build, мы аутентифицируемся в Azure, используя Service Principle authentication. Для того, чтобы вот эти вот все параметры, вот эти вот все строки заполнить правильно, нам, конечно же, нужно создать новый аккаунт в Active Directory и добавить туда authentication. Есть необходимость показывать это? Показать? 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 Хорошо. Тут, значит, здесь PowerShell Script. Я его, естественно, запускать заново не буду, потому что у меня уже Service Principle уже создан, но вам его, наверное, необходимо будет запустить, если в домашнем задании появится такое задание. Значит, что он из себя представляет, этот PowerShell Script? Его основное предназначение создать вот этот вот как раз Service Principle, используемый в Build Definition. Здесь первые две строчки простые. Это номер подписки, идентификат подписки, в рамках которой будет создан новый Service Principle, пароль. Дальше мы логинимся в Azure RM Account, устанавливаем контекст. Эти уже две строчки нам знакомы. А вот следующая строка новая для нас, значит, что она делает? Она создает в текущем инстансе Active Directory новый application. Через этот application Visual Studio Online будет ходить в Azure и создавать там ресурсные группы. Так, добавим тут, допустим, единицу. Дальше мы вызываем commandlet new-resure-rm-ad-service-principle, который принимает на вход application-id, созданный ранее. И после этого мы вызываем еще третий commandlet необходимый для успешного завершения скрипта. Это new-resure-rm-roll assignment. Этот assignment определяет роль данного аппликейшена и набор permission-ов. В данном случае мы определяем, что этот аппликейшен будет контрибьютором. Можно было установить только redon-ли права, но мы даем ему контрибьюторские права. То есть он может изменять все ресурсы в Azure. И дальше мы, ну это вот эти две строчки, это просто вывод вот этой информации, parent-id, client-id и пароль, в output, откуда мы можем их забрать и прописать здесь. Давайте запустим, посмотрим, как это будет выполняться. Ты можешь также показать, как найти этот service-principle через WordPath? Попробую, я не пробовал, попробую. Вообще, в принципе, это можно было сделать и вручную, на самом деле. Ну да, конечно. То есть вручную в Active Directory добавляем там новый аппликейшен, определяем у него, а? Когда раньше мы ставим в портале, это на старом. На старом было точно. Да, там довольно понятно. Там надо прийти просто в Active Directory. А Active Directory в новом портале еще не поддерживаются? Да. Только в старом. Да, то есть вот такого вида у нас output строка. Отсюда мы берем tenant ID, client ID и наш пароль. И переносим все эти данные вот в этом вот окно. После того, как мы заполнили всю информацию, у нас появляется новый connection и уже после инициализации такого connection мы выбираем здесь аутентификацию по Service Principle. И Visual Studio Online будет иметь доступ к Azure и сможет разворачивать там ресурсные группы. Создана вторая группа. Опять же, сейчас здесь список ресурсов такой же. Вот. И что я хочу сделать? Я хочу опять же развернуть в этой ресурсной группе наше приложение. Так, ну, Сереж, можем тогда попробовать, проверим твою идею. Останется ли connection string. Значит, я тогда вот это вот все комментирую. А вот это вот разкомментировал. Здесь connection string нету, но здесь, значит, тут определяются параметры для вот этой вот второй группы относительно Azure Active Directory. Там у нас в Azure Active Directory будет для первой ресурсной группы один application, через который аутентифицируются пользователи, для второй ресурсной группы второй application. И для того, чтобы переключить вот это вот, переключить application с одной на вторую, я вот разкомментировал вторую секцию, другую секцию. Здесь у нас мы видим немножко другие данные, они отличаются от первой. там был первый application, здесь второй. Быстро сейчас задеплоем это все. Это там не лишний? М-м. Здесь поможем лапу, как ясно. Давай. Только один момент я забыл. У нас здесь build definition все еще смотрит на первый web application, а так как я хочу развернуть этот application уже во второй ресурсной группе, я здесь поменяю вместо единички поставлю двочек. Так, чекинг произошел, и я ожидаю здесь уже запуска build'а. Да, build' начался. и по истечении определенного небольшого промежутка времени, я думаю, во второй ресурсной группе у нас как раз появятся задеплоенные это кейшни. Так, пока что, пока build деплоится, давайте перейдем к последнему разделу на сегодня. это Azure Automation. Значит, что из себя представляет Azure Automation? Azure Automation это новый сервис Microsoft Azure, который позволяет нам автоматизировать определенные задачи. Определенные задачи, которые мы выполняем в течение нашей работы, которые мы выполняем по несколько раз в ручную, например, которые эти задачи подвержены ошибкам, например, и мы можем эти задачи автоматизировать, используя новый сервис Microsoft Azure, который называется Azure Automation. Среди особенностей Azure Automation можно выделить то, что этот сервис позволяет нам запускать различные таски на PowerShell в облаке. Эти таски могут выполнять различного рода задачи, например, можно останавливать виртуальные машины, стартовать виртуальные машины, можно чистить логи на виртуальных машинах, можно, допустим, развертывать ресурсы в облаке, как мы это делаем, допустим, Visual Studio Online. Можно поднимать новые виртуальные машины по расписанию, например, по определенным событиям. Собственно, очень много возможностей. Цена данного ресурса представлена на этом слайде. Существует два ценовых диапазона, это бесплатный и basic. бесплатный предоставляет нам до 500 минут в текущий биллинг период. Биллинг период в основном месяц. Ценовый диапазон basic, здесь у нас неограниченное количество времени, но за каждую минуту они вам берут норму, 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 норму. Типичные сценарии использования Azure Automation Service можно разбить на три условные группы. Это мониторинг, мониторинг, допустим, ваших виртуальных машин, сбор логов, перенос этих логов, допустим, какие-то различные сториджи. Например, есть классический сценарий выборки логов с виртуальной машины и переноса их в Table Storage, после чего их можно дополнительно анализировать по одному из разработчиков. Другая условная группа. Туда входит различный provisioning и deployment ваших ресурсов. Можно deployment applications с кита или других соцконтролов. Можно развертывать виртуальные машины. Третья группа – это различные патчи и апдейты виртуальных машин. Допустим, бэкапы тоже можно вынести в Azure Automation. Ключовым артефактом Azure Automation является Automation Account. Собственно, этот аккаунт очень похож на тот аккаунт, который создаётся в Azure Storage. Допустим, Web Storage, Table Storage. Он содержит в себе все скрипты, выполняемые в Azure Automation. Можно создать до 30 таких аккаунтов. Аккаунты могут находиться в различных регионах. Следующий немаловажный артефакт Azure Automation – это так называемые runbook. В терминологии Azure Automation – это сценарий, который мы выполняем автоматизирующий определенный процесс. У нас в демо будет runbook, который деплоит нашу ресурсную группу. Эти runbook можно создавать двумя способами. Первый способ подразумевает написание PowerShell скриптов, отправку в Azure Automation и запуск там. Второй способ подразумевает использование графического редактора, создан графический редактор на портале, через который можно накидывать просто-напросто компоненты модулей PowerShell, объединять их в определенную последовательность, рабочий процесс и выполнять прямо там сразу. Что еще здесь интересного есть – это Automation Assets. Мы коснемся этого в рамках следующего демо. Что такое Automation Assets? Это хранилище для различных вспомогательных элементов, используемых в наших Automation скриптах. Это хранилище подразделяется на 6 групп. Например, есть коннекшены, есть переменные, креденшалы, сертификаты, модули и расписания. Например, если у нас есть Automation скрипт, который использует определенные креденшалы для доступа, например, к Azure, мы сохраняем эти креденшалы здесь и после чего мы можем ссылаться на эти креденшалы из наших Automation скриптов. Чекпоинты. Единственное, забыл отметить, используя Azure Automation, мы автоматически используем так называемый PowerShell Workflow. Кто-то слышал, что это такое? PowerShell Workflow это надстройка над PowerShell, которая позволяет нам при помощи PowerShell организовать определенный Workflow, определенный рабочий процесс. Особенность его в том, что Workflow может выполнять командеты внутри самого Workflow параллельно. И другая большая особенность – это так называемый чекпоинтинг. Чекпоинтинг позволяет нам делать снапшот состояния скрипта, сохранять его где-то. И после того, если, допустим, после чекпоинта произошла какая-то ошибка, произошел exception, мы можем зарезюмить Workflow не заново, а с момента чекпоинта. Например, если у нас в первой части скрипта происходит загрузка больших файлов, и после этой загрузки мы подразумеваем, что может произойти какая-то проблема, какой-то exception, интернет отвалился, допустим. Для того, чтобы потом не выполнять заново весь скрипт, мы чекпоинтим состояние, и если что-то произойдет, то мы сможем зарезюмить этот Workflow, уже не загружать файл. Так, давайте перейдем в портал, лучше я там покажу, что такое automation и с чем его едят. Так, у нас полчаса времени. Сначала вернемся в... Немножко откатимся до предыдущего демо, посмотрим, закончился ли у нас билд. Да, билд закончен. И сейчас я попробую открыть наш сайт. Значит, переходим на второй веб-сайт. Да, то есть мы опять же перешли в Azure Active Directory. Здесь мы проходим аутентификацию. И смотрим, смотрим. Запуска вопроса. Да. Да, работает. Значит, коннекция работает. Да, работает, да. То есть теория была верна. Значит, как мы видим, процесс развертывания зарешен успешно. Здесь у нас опять же такой же список ресурсов мы видим. Наш веб-сайт. Значит, сейчас мы видим у нас две ресурсные группы. Первая была развернута с локального хоста, вторая была развернута с Visual Studio. Попробуем успеть еще раз вернуть третью ресурсную группу Azure Automation. Значит, для того, чтобы перейти в Azure Automation, мы выбираем здесь Automation Accounts. Тут мы видим, у нас создан один аккаунт. В этом аккаунте, открывая этот аккаунт, мы получаем вот такой вот blade. В этом blade, что мы можем увидеть интересного. Здесь у нас есть секция Runbooks. Основная секция, собственно, в которой определяются наши automation скрипты. Секция Assets, в которой можно сохранить различные вспомогательные данные. Секция DSC Configurations. Jobs. Секция позволяет нам отследить историю всех запусков наших скриптов. Hybrid Worker Groups. Я еще не знаю, что это такое. DSC Notes. Это тоже как-то связано с PowerShell DSC. Но я в эту область еще не копал. Давайте перейдем в секцию Runbooks. И для того, чтобы продемонстрировать простейший Runbook, попробуем его создать. Для этого выбираем Add Runbook. Есть два варианта дальше. Мы можем либо создать его с нуля, используя веб-портал. Откроется редактор PowerShell скриптов. Либо мы можем его импортировать в локальной машине. Мы создадим его с нуля. Назовем его, например, Say Load Automation. Здесь можно выбрать тип сценария. Его можно запустить, создать как обычный PowerShell скрипт. Его можно создать как PowerShell Workflow скрипт. И можно использовать графический редактор. В данном случае нам достаточно PowerShell, так как у нас нет какого-то сложного процесса, требующего параллелизации или требующего чекпоинтинга. Поэтому нам тут достаточно для тестовых целей использовать просто PowerShell. Создаем Runbook. И вот он создан. У нас открывается новый blade. Что мы можем сделать в этом blade? Кроме того, что здесь есть куча вспомогательных секций. Основным элементом является редактирование самого скрипта. Сейчас, как вы видите, мы запустить его не можем, потому что он, собственно, пустой. Он не знает, что ему делать. Мы переходим в режим редактирования. Сейчас я сверну вот это вот. И у нас открывается простейший редактор. Здесь мы, значит, напишем просто Output. Слева мы видим вот эта вот панелька. Отсюда очень удобно добавлять в текущий скрипт различные элементы. Вот тут вот три категории. Первая категория – это командлеты. Тут мы видим список всех PowerShell модулей, которые загружены в Azure Automation. Например, по умолчанию мы видим здесь есть PowerShell модуль Azure, Azure RM Compute и Azure RM Profile. Вот этот вот модуль, который называется Azure Resources, я его самостоятельно загрузил. Он будет нам необходим для следующего скрипта, который создает ресурс Google. Automation Team обещает вот-вот уже на днях выпустить этот модуль по дефолту в Azure Automation. То есть его не надо будет импортировать вручную, как я это делал, а он уже будет предустановленным. Точно так же, как и Compute, как и Profile. Кроме того, здесь можно посмотреть, какие уже рангбуки у нас определены. Можно обратиться к хранилищу assets и добавить в текущий редактор какую-либо переменную. Как это делается? Например, у нас есть переменная GitHub Token. Для того, чтобы использовать эту переменную, мы выбираем addBitVariableToConline. Ничего не происходит. Странно. Возможно, это из-за того, что у нас рангбук создан как PowerShell. Скорее всего, необходимо было создать PowerShell workflow рангбук, и тогда можно было бы использовать эти переменные. Нет, ничего не происходит. Не знаю. Вообще, это должен добавлять. Хорошо. Сохраним... Какие-то ошибки посыпали. Сохраним текущий сценарий. Для того, чтобы его запустить, нам его нужно опубликовать, но мы можем его сначала протестировать. Для этого есть отдельный test pane. Тут мы видим, что у нас нет никаких параметров. Если бы были параметры здесь, их можно было бы как-то проинициализировать. Можно стартовать рангбук. И посмотреть, как он будет выполняться. Значит, сейчас он кьюет. Вон он запущен. И complete. И в output мы видим, собственно, наш результат. Это мы его протестировали. Он на самом деле не запускался. Теперь мы его опубликуем. Опять какие-то ошибки. Опять какие-то ошибки валятся. Не знаю, что происходит. Он сплавный вообще. Сейчас мы его заново откладим. И publish. Мне не хочется. Не знаю, какая-то странная ошибка. Хорошо. Давайте тогда перейдем к следующему сценарию. Я хотел показать еще пример использования Checkpoint workflow. Вот он, этот sample. Я его, наверное, запускать не буду сейчас, потому что у нас на самом деле времени уже нету почти. Я просто вам покажу, как он выглядит. Значит, это классический скрипт, который показывает, как, собственно, работает Checkpoint. Я его не писал с нуля. Я его взял с интернета. Автор System Center Automation Team. Значит, тут мы видим, кстати, вот она вот эта вот конструкция Workflow. Она подразумевает использование PowerShell Workflow и все, что дальше внутри здесь находится, будет запущено в рамках PowerShell Workflow. Кстати, давайте попробуем сюда добавить переменную. Странно, почему она не добавлялась. Возможно, даже это и заправдено. Возможно, в беджинге работает такая штука. Ладно. Что здесь происходит? Тут у нас мы используем переменную hasBeenSuspended. Устанавливаем Automation переменную false. Дальше… Давайте я его сейчас сразу запущу, чтобы мы увидели потом, как это выглядели в результате. Рамбук запускается, а мы пока вернемся к содержимому. Значит, что здесь происходит? В первую очередь мы устанавливаем переменную false. Дальше чекпоинтим, чекпоинтим workflow. После чего мы получаем эту переменную, заходим вот в эту проверку и выполняем действие, которое создаст нам exception. Значит, что мы ожидаем? Мы ожидаем, что когда произойдет exception, мы увидим этот runbook в состоянии suspended. Это означает, что этот runbook можно будет дальше зарезюмить и запустить его уже не заново, не с нуля, не вот с этой вот точки, а уже вот отсюда, потому что мы ранее зачекпоинтили состояние этого скрипта. Значит, сейчас я вернусь в blade, где выполняется этот сценарий. Вот, мы видим, что он стал suspended. Suspended он стал, потому что у нас произошел exception. В blade мы видим описание exception, cannot convert value, естественно, потому что мы пытаемся к строке прибавить целочисленное значение. Посмотрим на output этой job. Сейчас мы видим, что у нас две строчки было выведено before checkpoint и after checkpoint. Значит, после того, как мы зарезюме, мы ожидаем, что? Мы ожидаем, что before checkpoint не будет выведен output. Почему? Потому что у нас там уже стоит точка и только после этого, того чекпоинта будет выполняться скрипт. Восстановим его выполнение. Так, и посмотрим на output. Да, то есть видим, что были добавлены две строчки. Значит, after checkpoint и runput complete. А это, собственно, показывает нам, что чекпоинт их работает. Хорошо, значит, у нас осталось 15 минут. Давайте перейдем сейчас в последний темплей, последний ранбук, который я хотел показать в рамках Azure Automation. Это Deploy Arc template. Что делает этот ранбук? Он выполняет, собственно, ту же задачу, которую мы уже сегодня два раза делали. Но теперь мы выполняем деплоймент нашей ресурс-группы, используя Azure Automation. Я его сейчас сразу запущу, чтобы мы успели посмотреть на результат. Значит, запускаю этот ранбук. Этот ранбук параметризован. Здесь нам необходимо заполнить все необходимые параметры. Сейчас я просто скопирую название файла. Название template файла. Название файла с параметрами. Значит, нам необходимо задать название ресурс-группы. Это уже будет у нас третья ресурсная группа. Название репозитория. Здесь у нас есть небольшое отличие. Деплойменте. В Azure Automation мы сейчас будем деплойить наше приложение не с TFS, а будем деплойить его с GitHub. Значит, для этого я, естественно, развернул совцы нашего приложения в GitHub. Развернул их в репозиторий под названием IPAM Azure Lab. Значит, git-юзер у нас такой. И ссылка на Azure Credentials. Я сейчас объясню, откуда все это берется. Еще означает, как каждый из параметров есть. Azure Credentials. И запускаем наш RAM Book. Пока он работает, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Смотрим на его сердце. Так, значит, вам видно, да? Значит, опять же, определяется новый PowerShell workflow под названием Deployer Armed Template. Вот все те параметры, которые я инициализировал. Название темплейта. Название файла с параметрами для нашего темплейта. Название ресурсной группы. Название репозитория. Аккаунт, под которым необходимо скачать репозиторий. И ссылка на Azure Credentials. Azure Credentials будут использоваться скриптом для развертывания нашей ресурсной группы в ажуре. Значит, что здесь находится в этом скрипке? Значит, вот мы видим пример использования Credentials. Мы используем commandlet get-automation-ps-credential и передаем ему имя из параметров. Значит, здесь мы получаем ссылку на Credentials. Credentials у нас объявлены в assets. Давайте я сейчас перейду, сразу покажу, где они лежат. Значит, в assets у нас есть, как я уже говорил, 6 секций. И в одной из них мы храним наши Credentials. Вот здесь вот Credentials. У нас объявлены Azure Credentials. Здесь мы видим, что используется аккаунт, от имени которого будет разгорнута в дальнейшем ресурсная группа. Кроме того, внутри скрипта по деплойменту еще есть ссылка на GitHub токен. Как я говорил, там у нас в параметрах задается git-user, то есть это название, имя аккаунта. Но для того, чтобы успешно аутентифицироваться в GitHub, нам необходим GitHub токен. Этот токен у нас хранится в разделе Variables. Вот здесь. Кто-нибудь пробовал создавать GitHub токены на GitHub? Нет? Ну, короче, эта штука нужна для того, чтобы сторонние системы могли скачать репозитории. Мы качаем оттуда репозиторий, берем оттуда тэплейт, и тэплейт, параметр файл. И после этого развертываем уже Azure Resource Group. Значит, вернемся в наш runbook. Здесь, сейчас я его быстренько открою. Хорошо. Так, мы остановились на DDS-точке. Значит, здесь мы получаем, например, что на кожуру, чекпоинт и workflow для того, чтобы, если что-то случится дальше, мы не запускали заново скрипт, а начали выполнение вот с этой точки. Значит, используется отдельный команд-лет под названием Copy GitHub Repository. Что он делает? Он закачивает весь последнюю ревизию с репозитория на Automation Host. То есть там, где выполняется этот скрипт, мы получим все сорцы. Качаем репозиторий. Значит, конструируем полный путь к template файлу и к файлу с параметрами. После чего мы в текущий контекст выполнения добавляем rm-account. Вот таким вот образом. То есть здесь мы уже не используем логины azure-rm-account, а мы используем другой команд-лет, называемый add-azure-rm-account. Он принимает tenant-id, subscription-id и credentials. Да, вот они, кстати. Вот мы используем Azure Credentials, которые в свою очередь хранятся в assets. И создаем ресурсную группу. Такой же команд-лет используется, который мы уже неоднократно видели. New Azure RM Resource Group. После того, как ресурсная группа будет создана, значит, мы выполняем команд-лет тест Azure RM Resource Group deployment, позволяющий нам протестировать template и понять, правильно ли он сконструирован. Как только этот команд-лет успешно выполнится, мы деплоим нашу ресурсную группу. Опять же используем только что созданную группу. Добавляем ссылку на файл с template и ссылку на файл с параметрами. Все, больше здесь ничего не происходит. Теперь посмотрим на результат выполнения этого ранбука. Значит, вот он успешно выполнен. Посмотрим, здесь можно посмотреть статистику выполнения, можно посмотреть output. да, вот у нас результат выполнения ранбука. Значит, ресурсная группа, судя по всему, успешно создана. Давайте перейдем в ресурс-группс и посмотрим. Да, вот она, третья ресурсная группа. И здесь будет такой же список ресурсов. Значит, единственное отличие здесь, я просто не успеваю все показать на самом деле, к сожалению. Здесь был видоизменен template и там был определен новый ресурс, который инициировал сразу же взаимосвязь этого веб-сайта с GitHub. То есть, как мы видим, этот веб-баг уже сразу привязан к GitHub-репозиторию. Вот, и здесь можно даже в списке деплойментов посмотреть, есть ли какой-то деплоймент. Да, уже есть какой-то деплоймент и, по идее, уже даже можно открыть этот сайт и попробовать залогиниться туда. Тут мы сайнаут сделаем. Здесь мы... То есть, вам добавили просто, чтобы показать, что это возможно? Да, что это возможно. И почему репозитория, где-то изначально, было тоже можно было веб-деплойменте? С DFS? Да, можно было. Я это добавил для того, чтобы показать, как это делается через темплейт. В темплейте сейчас, к сожалению, привязки к Visual Studio Online нет. То есть, там можно Editpad добавить и вроде бы Mercurio. И у нас произошла успешная идентификация. Так, еще чуть-чуть времени есть, я все-таки хочу показать вам этот темплейт. Значит, у нас тут находится темплема и... Вот, видите, в чем разница, да? Разница в том, что к ресурсу WebWebsite был добавлен дочерний ресурс, называемый Web. Тип у него Source Controls. И в пропертиях у него мы указываем путь к GitHub-репозиторию, указываем branch. Это master branch. И из manual integration true. Пробовал я играться с false здесь, то есть делать continuous интеграцию сразу же с GitHub-ом. Через темплейт не получилось, там ругалось на какую-то ошибку. Но, в принципе, я думаю, должно быть возможно как-то. Если больше времени на это длить, возможно, и это можно будет сделать. Сейчас тут manual integration, то есть для того, чтобы задеплоить новый build GitHub-а, нам необходимо синхронизироваться с ним. То есть мы, допустим, можем здесь чего-нибудь поменять, не, не здесь, а в новом solution, который уже добавлен в GitHub. Вообще continuous интеграция с GitHub-ом работает. То есть она там работает через функционал Webhooks. Знаете такое, да? Слышали? Значит, Webhooks — это такой функционал, который позволяет GitHub-у нотифицировать сторонние системы о том, что в репозитарии что-то происходит. Допустим, новые чекины происходят или там другие активности. Значит, сейчас мы подконнектимся к... А, у нас уже вот, да. Сразу произошел connect к репозиторию. Здесь мы чего-нибудь сейчас поменяем. Добавим здесь что-нибудь вот такое. И в списке ченджей мы видим этот парал изменённый. Значит, закоммитим и запушим сразу. А где потом есть? Наверное, на SCM портале. На CUDA портале. То есть пушатся все Web deploy операции, которые происходят с web application, происходят через CUDA портал. Я в предыдущей лекции показывал этот портал. На этом CUDA портале, скорее всего, происходит как раз билд для этого web application. Значит, и здесь мы попробуем синхронизироваться. Request of power. Давайте попробуем обновить этот blade. И здесь мы сейчас должны увидеть наши изменения. Так, собственно, это всё. Много информации, сегодня была скомка, она немного получилась. Особенно по Azure Automation. Смотрите, если будут какие-то вопросы, давайте сейчас быстро вопросы какие-то задайте. Если будут какие-то серьёзные вопросы длительные, можете мне в Skype писать. и попробую на них ответить. На открытый реальный кейс, каждый раз создаётся всё. Банда, application, база. Но это создаётся один раз, а потом... Не, я не пересыднул всё заново. Я просто показал сегодня... Разными способами. А какой именно способ выбирать, это уже на ваше усмотрение остаётся. Способов много, берём. Но это обычно один раз всё это делается? Или каждый раз, когда теперь деплоят приложение, ты сгоняешь одну группу и всё создаёт заново? Нет. Деплой ресурс группы, наверное, происходит один раз, ну максимум два-три раза. Серьёзно, у него практический опыт есть, он может тебя показать. Если ты решила деплоить, то сразу же паблишить, тогда ты можешь подделать часть процесса. Задеплой его, тогда же запомнили.